Волна санкционного давления, прокатившаяся по стране, в первую очередь больно ударила по финансовому сегменту и в полной мере до экономики еще не добралась. Особо остро участники рынка начнут ощущать последствия санкции во втором и третьем квартале года. Сегодня такое заявление на заседании штаба по поддержке устойчивости экономики региона сделал глава Чувашии. Теперь главное сыграть на опережение и вовремя довести до получателей все разработанные меры поддержки, считает Олег Николаев. А их на федеральном уровне приняли уже целых пять пакетов. Последний касался кредитования системообразующих предприятий и субъектов МСП, упрощения процедуры госзакупок, субсидирования региональных программ развития промышленности, докапитализации региональных фондов развития промышленности. На нынешнем заседании оперштаба говорили о недопущении повышения стоимости школьного питания. Для этого Минсельхоз провел встречу сельхозтоваропроизводителей с комбинатами питания, на которой установились, что наценки на продукты ни те, ни другие искусственно завышать не будут. Такой региональный Минсельхоз намерен отправить с просьбу в федеральный центр, чтобы организациям горячего питания школьников временно до конца года разрешили использовать при готовке блюд разливное молоко. Сейчас, напомню, его привозят в пачках, а упаковка добавляет стоимость продукту. В Минпромэнерго работают над тем, чтобы включить как можно больше организаций региона в перечень системообразующих, а ряд предприятий легкой промышленности республики еще и в федеральный список. Это даст им возможность воспользоваться субсидиями и льготными займами. В настоящее время от федеральных системообразующих предприятий сформировано 17 заявок на получение льготных кредитов на сумму более 10 миллиардов рублей. Одобрено из них 10 заявок на 4,7 миллиарда рублей. Выдано уже на текущую дату на 2,1 миллиард четырем предприятиям. Ситимон Жернова-Чебоксарска в ходе заседания Оперштаба объявил, что санкционные последствия город уже чувствует. На Хевеле вынужденный простой до конца апреля отправлено треть сотрудников, а это почти 200 человек. Им выплачивают две трети зарплаты, но вопрос выхода людей на работу пока под вопросом подчеркнул Дмитрий Пулатов. Предприятие ФМС, это бывший Дюпон, цех химпрома, количество сотрудников 32 человека, из которых 9 человек находились на вредном производстве, с понедельника приостановили деятельность. Уведомление не поступало ни на рабочую группу, ни на администрацию города. Сейчас совместно с государственной инспекцией по труду отрабатываем по данным сотрудникам. На вчерашний день всем сотрудникам предложено трудоустройство в аналогичный цех Пау Химпром. После объявления новости о том, что Чебоксарскому троллейбусному управлению помогут рассчитаться с долгами за электроэнергию, республика на условиях софинансирования с городом готова выделить на эти цели 95 миллионов рублей. Об этом же попросил и город Спутник. Там долги предприятия электротранспорта перед энергетиками куда скромнее – 3,5 миллиона. Минфин поддерживает. Соответственно, от Минтранса сегодня нужно очень быстро внесение изменений в госпрограмму и проект соответствующего порядка. Мы готовы подготовить распоряжение о выделении резервного фонда в части республики как для оказания помощи обоим предприятиям в городе Чебоксар и Новочебоксарск.